Добрый день, коллеги! Рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Мы в прошлый раз, работая по теме комбинаторной задачи, методы решения комбинаторных задач, не закончили с двумя небольшими подтемами и договаривались, что сегодня мы это сделаем. Поэтому первая тема, с которой мы начнем, это маршруты, а вторая – подсчет двумя способами. Итак, маршруты. Перед вами определение того, что называется маршрутом. Маршрутом мы будем называть ломаную, у которой вершины имеют целочисленные координаты, а звенья направлены либо вправо, либо вверх. И перед вами задача. Сколько маршрутов ведут из точки А с координатами 0,0 в точку Б с координатами 10,6? И второй вопрос. Сколько таких маршрутов проходит через точку М с координатами 6,4? Для начала я прошу вас, поскольку точки А и Б относятся, можно сказать, к первой координатной четверти, нарисовать эту самую первую координатную четверть и отметить две точки А и Б, А – 0,0 координаты, Б – 10,6. То есть фактически выделить некий прямоугольник, вершинами которого будут являться точки А и Б. Итак, прошу вас подготовить у себя на рисунке место для работы. Если вы готовы к продолжению работы с этой задачей, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я могла понимать, что можно продолжать. Хорошо, первый плюсик вижу. Так, ждем еще. Хорошо. Так, коллеги, остальные готовы? Так, коллеги, остальные готовы? И посчитайте количество звеньев ломаной, которое у вас получилось. Итак, сколько звеньев ломаной у вас получилось? Так, один любой маршрут из точки А в точку Б и прошу посчитать количество получившихся звеньев. Сколько их всего? Так. 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 Если вы проделали то, что я просила сделать, то в итоге у вас должно было получиться 16 звеньев. Из них 10 горизонтальных и 6 вертикальных. То есть фактически любой маршрут мы можем закодировать словом из 16 букв Г и В, где 10 букв Г, то есть горизонтальные звенья ломаны, и 6 букв В, вертикальные звенья ломаны. И маршрутов из А в В будет ровно столько, сколько у нас будет иметься 16 буквенных слов из 10 букв Г и 6 букв В. То есть ответом на данную задачу будет число сочетаний из 16 по 6. Число сочетаний из 16 по 6. Значит, еще раз проговариваю. Всего получается 16 звеньев, как бы мы ни двигались. Из них 10 горизонтальных и 6 вертикальных. Значит, мы имеем 16-буквенное слово, в котором 10 букв Г и 6 букв В. Маршрута будет ровно столько же, сколько у нас имеется этих 16-буквенных слов. То есть число сочетаний из 16 по 6. Понятно, что мы могли написать и число сочетаний из 16 по 10, поскольку эти две величины равны друг другу. Это решение задачи «Ответ на первый вопрос». Решение понятно? Поставьте, пожалуйста, плюс, если все понятно по решению. Благодарю. Тогда мы переходим ко второму пункту, ко второму вопросу. Здесь, в отличие от предыдущего, у нас говорится о том, что маршрут обязательно проходит через точку М с координатами 6-4. Что меняется в самой задаче? Если мы поставим точную точку М, наш маршрут из пункта А в пункт Б мы можем таким образом разбить на два отдельных маршрута. Первый маршрут у нас получается из А в М, второй из М в Б. И тогда для каждого маршрута мы с вами можем посчитать количество горизонтальных и вертикальных звеньев. И решением задачи будет произведение этих самых двух чисел. Количество маршрутов из А в М и из М в Б. Так, посмотрите, пожалуйста. Здесь решение задачи целиком. Значит, если мы двигаемся из А в М, то у нас будет число сочетаний из 10 по 4. Ну, или мы могли взять число сочетаний из 10 по 6. А вот маршрутов из М в Б, это будет число сочетаний из 6 по 2 или что-то то же самое, число сочетаний из 6 по 4. И окончательный итог мы получаем, когда мы умножаем количество маршрутов из А в М на количество маршрутов из М в Б. У нас получается произведение числа сочетаний из 10 по 4 на число сочетаний из 6 по 2. Вот такая достаточно забавная задачка. Следующая задача перед вами. Это задача, как вы видите из высшей пробы, 9-11 класс, она тоже на маршруты. Но если вы внимательно посмотрите, то в предыдущей задаче мы могли двигаться только вправо и вверх. Так, а здесь у нас ситуация маленько другая. Значит, диаграмма состоит из 24 единичных квадратов. Лягушка из каждой клетки может прыгнуть либо на одну клетку вниз, либо на одну клетку влево вниз по диагонали, не выходя при этом за границы диаграммы. Сколько существует путей лягушки, ведущих из верхнего ряда квадратов в нижний? На рисунке показан один из путей лягушки, верхний и нижний ряды квадратов, выделенный серым фоном. Мы с вами эту задачу сейчас решать не будем, потому что она потребует определенного времени. Я назову вам ответ этой задачи. Идея решения точно такая же, только посмотрите, пожалуйста, движение у нас получается здесь либо вниз, либо влево вниз. И вам нужно будет посмотреть, сколько маршрутов существует при движении. Но я думаю, здесь очевидно, что можно разбить на различные участки всю эту, скажем так, лесенку или диаграмму из квадратов, из единичных квадратов. И тогда вы получите ответ. То есть ответ задачи 128 я предлагаю вам на досуге решить ее самостоятельно. То есть мы этого сейчас сделать не будем. Надеюсь, что у вас получится. Смело сберет города. Так, ну а мы с вами рассматриваем подсчет двумя способами. В некоторых задачах можно получить нужное уравнение, если вычислять двумя способами одну и ту же величину. Вот трудность состоит в том, чтобы додуматься, какую именно величину, нужно подсчитать этими самыми двумя способами. И у нас с вами сейчас будут две задачи на подсчет двумя способами. Первая перед вами. Тридцать школьников, семиклассников и восьмиклассников обменялись рукопожатиями. При этом оказалось, что каждый семиклассник пожал руку восьми восьмиклассникам, а каждый восьмиклассник пожал руку семи семиклассникам. Сколько было семиклассников и сколько восьмиклассников? Вот такая задача. Ну, давайте, так скажем, для общности обозначение количество семиклассников обозначим через N, Нюша, и восьмиклассников через M. Итак, у нас будет N семиклассников и M восьмиклассников. В этом случае, по крайней мере, одно уравнение мы можем составить сразу. Что это за уравнение? Коллеги, включайтесь, пожалуйста, в работу. Итак, N семиклассников, M восьмиклассников. Какое уравнение, исходя из условия задачи, мы можем составить сразу? Действительно, сумма M и N равна 30. Благодарю. Второе уравнение мы можем составить, если мы посчитаем двумя способами общее количество рукопожатий. Итак, давайте смотреть по тексту. Что у нас там получается в тексте? Каждый семиклассник пожал руку восьми восьмиклассникам. Каждый восьмиклассник пожал руку семи семиклассникам. То есть для нас главное понять, что эти рукопожатия – это абсолютно одни и те же рукопожатия. И тогда мы с вами получим второе уравнение для данной задачи. И что это будет за уравнение? Итак, каждый семиклассник пожал руку восьми восьмиклассникам. А каждый восьмиклассник семи семиклассникам. Какое уравнение мы получаем в итоге? Спасибо. 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 Так, значит, у нас есть ответы. Ну что ж, давайте посмотрим решение. Значит, действительно система, как я и говорила, из двух уравнений. Если вы ее решили правильно, то m у вас так и есть получилось равно 16, а n равно 14. Вот такой простой пример на решение задачи с помощью подсчета двумя способами. А мы переходим к еще одной комбинаторной задаче, которую нужно будет решать точно так же подсчетом двумя способами. В шахматном турнире участвовали два ученика седьмого класса и некоторое количество учеников восьмого класса. Два семиклассника набрали восемь очков, а каждый из восьмиклассников набрал одно и то же число очков. Сколько восьмиклассников участвовало в турнире? Найти все возможные решения. По правилам шахматного турнира каждый из участников играет с каждым по одной партии. Если один из участников выигрывает партию, то он получает одно очко, а его противник получает ноль очков. В случае ничьей игроки получают по 0,5 очка. Эта задача предлагалась более 60 лет назад на Московской математической олимпиаде. Нам она интересна, я еще раз говорю, именно тем, что она решается с помощью подсчета двумя способами. Для данной задачи этот способ основан на том, что сумма очков, набранная всеми участниками, равна общему числу партий. Так как в карте каждой партии разыгрывается ровно одно очко. Смотрите, если один выигрывает, он получает один, проигравший ноль. Если ничья, то каждый получает по 0,5 очка. То есть в сумме в любом случае каждая партия это ровно одно очко. Для того, чтобы нам снова не расходиться в обозначениях, ну давайте так определимся. У нас есть два ученика седьмого класса и есть ученики восьмого класса. Поскольку их количество нам неизвестно, то количество учащихся восьмого класса мы обозначим через n, ту же самую нюшу. Итак, n учеников восьмого класса, два ученика седьмого класса. Я думаю, общее количество учеников вы можете зафиксировать для себя, сколько их всего, этих самых учеников. Теперь далее. Что мы еще не знаем? Мы знаем про очки, которые набрали семиклассники. Нам говорят, каждый из семиклассников набрал, два семиклассника набрали 8 очков. Два семиклассника набрали 8 очков. А вот каждый из восьмиклассников набрал одно и то же число очков. И чему равно это число очков, мы не знаем. Поэтому, опять-таки, чтобы у нас не было расхождений, то мы будем считать, что m – это число очков, набранное каждым из восьмиклассников. Значит, семиклассники набрали 8 очков, каждый из восьмиклассников набрал m очков. Итак, какое количество очков в общем было набрано за всю игру? Напишите, пожалуйста, это выражение. Итак, какое количество очков было набрано за всю игру? Всеми участниками турнира. Действительно, m умноженное на n плюс 8. Верно. Так, значит, всего участников у нас было n плюс 2. Следующее, что нам нужно сделать, нам нужно посчитать количество партий, которые было в этом турнире, в которых участвовали n плюс 2 школьника. Помним о том, что каждый школьник играет с каждым, но сам с собой играть не может. И если мы с вами играем одну какую-то партию, то для того, чтобы у нас одна и та же партия не засчитывалась два раза, мы должны общий результат разделить на 2. Итак, что за выражение у нас получается? Всего n плюс 2 участника, чему будет равно количество партий. Н плюс 2 участника, чему будет равно количество партий. Какое же количество партий у нас получается? Так, ну, поскольку ответа я не вижу. Чтобы посчитать количество партий, нужно n плюс 2 умножить на число на единицу меньше, чем это число, то есть на n плюс 1, потому что, еще раз говорю, сам с собой игрок играть не может. Поэтому n плюс 2 умножаем на n плюс 1. И чтобы исключить повторы, чтобы каждая игра не засчитывалась дважды, мы делим это произведение на 2. Таким образом, в числителе произведения n плюс 2 и n плюс 1 в знаменателе у нас двойка. Ну, а дальше получается, как я уже говорила ранее, в этой задаче количество набранных очков совпадает с количеством партий. Поэтому мы можем приравнять наше выражение mn плюс 8 с полученным выражением произведения n плюс 2 и n плюс 1, деленным на 2. Далее. В левой, раскрываем скобки, и чтобы избавиться от знаменателя 2, домножаем на 2 все наше уравнение. И у нас должно получиться уравнение квадратное относительно n. Итак, уравнение квадратное относительно n. Если мы не переносим все слагаемые в одну часть, то тогда у нас может получиться уравнение следующего вида. n квадрат плюс 3n плюс 2 равно 2nm плюс 16. Далее. В одной части уравнения оставляем только 2nm, все остальное переносим в другую часть. И мы получаем уравнение 2nm равно n квадрат плюс 3n минус 14. n квадрат плюс 3n минус 14. Что, скажем так, смущает в этом уравнении? Я думаю, вы сразу можете сказать, что это именно член уравнения, содержащий произведение двух переменных mn. То есть в одной части уравнения у нас вроде как квадратный трехчлен относительно n, а в другой есть удвоенное произведение m и n. И чтобы как-то разрешить эту ситуацию, мы вспоминаем, что n у нас это количество учеников 8 класса. Это число натуральное. Значит, не нарушая нашего уравнения, мы можем разделить обе его части на n, поскольку n нулю не равно. и получаем следующее выражение. 2m равно n плюс 3 и минус дробь 14, деленное на n. А далее мы понимаем, что поскольку m это у нас количество очков, 2 умноженное на m в любом случае получается целое количество очков, дробным оно у нас быть не может, то нам необходимо, чтобы дробь 14, деленная на n, также была целым числом. Значит, n это делитель числа 14. И поскольку n натуральное, то у нас не так уж много этих самых чисел, которые нам необходимо перебрать. Это числа 1, 2, 7 и 14. Вот сейчас, значит, я еще раз проговариваю. У вас выражение. 2m равно n плюс 3 минус 14, деленное на n. Я предлагаю вам сейчас 2-3 минуты поискать решение данной задачи. Напоминаю, что вы должны ответить на вопрос, сколько восьмиклассников участвовало в турнире. Итак, пожалуйста, 3 минуты в вашем распоряжении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, коллеги, мы получили ответ. Значит, вот оно решение перед вами. Напоминаю, что поскольку нас интересовало количество восьмиклассников, то вы видите верные ответы. Количество восьмиклассников у нас получается 7 или 14. Эти ответы встречались. И у нас Жанна Поздеева дает ответ на вопрос, считает еще и количество очков. Я так понимаю, первое число – это количество очков, а второе – это количество восьмиклассников. Ну что ж, значит, благодарю за ответы, те, кто решал. Значит, это была последняя задачка комбинаторная, которую мы в прошлый раз не успели рассмотреть, поэтому сейчас с комбинаторикой и подсчетом двумя способами мы заканчиваем и перейдем к теме последовательности. Последовательности. Почему последовательности? Ну, как вы понимаете, числовые последовательности по из закономерности в основном в школе этот материал рассматривается в девятом классе. Но, тем не менее, последовательность – это некие числа, записанные строчкой в определенном порядке. И эти числа между собой связаны какой-то закономерности. Вот отыскание закономерности, оно как раз и работает на развитие ребенка, на построение некого логического рассуждения. Поэтому последовательности. Ну, для начала мы начнем с таких заданий, в которых будем пробовать угадывать правила, по которым эти числа следуют друг за другом, и также находить числа, стоящие на определенных местах. Я, конечно, понимаю, что на многих из вас будет давить груз знаний по прогрессии, но, тем не менее, прошу вас этими самыми знаниями не пользоваться. Потому что, как я заявляла в описании к этому вебинару, мы все-таки рассчитываем на начальный уровень детей средней школы, пятый, шестой класс. В этой теме будут встречаться понятия степени, но сами свойства степени мы, как таковые, использовать не будем, а с понятием степени они действительно знакомятся в пятом, шестом классе, чтобы вас это не сбивало. Итак, мы начнем с самого первого задания. Даны последовательности чисел. Их здесь перед вами четыре. Для каждой из них вам нужно сформулировать правила, по которому она составлена, и указать следующее число. И затем записать числа, которые будут стоять на десятом и на двадцатом месте. Ну что ж. Итак, я предлагаю вам сейчас отключиться где-то на четыре минутки, не больше, выполнить все четыре пункта, а потом мы с вами вместе посмотрим, правильно ли были ваши догадки, если вы правильно посчитали. Итак, приступаем. Продолжение следует... 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 Ну что, коллеги, я думаю, какую-то хотя бы часть работы вы выполнили. Итак, смотрим. Значит, самая первая последовательность. Легко было заметить, что каждое следующее число в ней на три больше предыдущего. И тогда мы получаем, что следующим числом будет двадцать. Так как число двадцать в нашей последовательности является шестым, то постепенно прибавляя по три, мы получим, что на десятом месте стоит число тридцать два. Это тоже достаточно просто, каждый раз прибавляя по три. Ну, таким же образом, конечно, можно поискать число, стоящее на двадцатом месте, но на самом деле это такая не очень удобная операция. И имеет смысл порассуждать, сколько раз нужно прибавить по три, чтобы из первого числа получить двадцатое. И мы можем сказать, что это нужно сделать девятнадцать раз. Таким образом, чтобы получить двадцатое число, мы к пятерке должны прибавить девятнадцать умноженное на три. Или три умноженное на девятнадцать. Получим, что наше искомое число, это число шестьдесят два. Вторая последовательность. В ней мы можем заметить, что единица – это единица в кубе, восьмерка – у нас двойка в кубе, двадцать семь – тройка в кубе и так далее. То есть мы получаем, что каждое число – число – это номер места, на котором стоит число, возведенное в куб. Вот что мы получаем. И тогда следующее число – это шесть в кубе, то есть двести шестнадцать. Соответственно, на десятом месте будет стоять куб десяти или тысячи, а на двадцатом – куб двадцати, то есть восемь тысяч. Достаточно просто. Теперь третья последовательность. Вот в ней можно заметить сначала, что второе число получается из первого умножения на два, третье получается умножением второго на три, четвертое из третьего умножением на четыре и так далее. То есть каждое число получается из предыдущего умножением на номер места, на котором оно стоит. И тогда следующее число можно получить как произведение ста двадцати и шести, то есть семьсот двадцать. Десятое число получается из девятого умножения на десять. Девятое в свое время мы получали из восьмого умножения на девять и так далее. То есть десятое число – это произведение всех натуральных чисел от одного до десяти. Ну или, как мы знаем, более короткая запись – это десять факториал. Аналогичное рассуждение у нас получается для двадцатого числа, то есть произведение всех чисел от одного до двадцати, то есть двадцать факториал. Ну и четвертая последовательность. В ней каждое число получается из предыдущего умножением на два. И следующим числом, понятно, будет сто двадцать восемь. Здесь каждое число является некой степенью двойки, показатель которой на единицу больше, чем номер места, на котором оно стоит. И таким образом на десятом месте у нас стоит два в одиннадцатой степени, а на двадцатом месте два в двадцать первой. Вот этот пример, который мы сейчас с вами рассматривали, он на самом деле включает в себя два правила, по которым могут быть построены последовательности. В пункте А член последовательности определяется, исходя из предыдущего. В пункте Б, исходя из его порядкового номера. А вот пункты В и Г, там предъявлены последовательности, которые можно задать как таким, так и другим способом. Ну, понятно, что последовательность из пункта А также можно было задать другим способом, исходя из номера и первого члена. Но на данном этапе мы это рассматривать не будем. Поэтому переходим к следующему примеру. Саша и Маша записали в ряд по двадцать чисел. Саша начал с единицы и придумал такое правило. На втором месте разность между первым числом и числом 3, на третьем сумма второго числа и числа 5, затем разность третьего и числа 7, потом сумма четвертого и числа 9 и так далее. Маша поступила проще. Она написала последовательно натуральные числа от 1 до 20, а затем у каждого четного числа поменяла знак на противоположный. И вы сейчас должны ответить будете на вопрос, какие ряды у чисел у них получились, разные или одинаковые. Ну, я думаю, где-то 1-2 минуты достаточно. Итак, я жду ответ. Либо разные, либо одинаковые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну что ж, достаточно милая задача. Ответ нам уже представлен Ольгой Киселевой. Ответ одинаковый. Значит, посмотрите, пожалуйста, у меня здесь записаны ряд, который получился у Саши и ряд, который получился у Маши. И мы понимаем, что эти ряды абсолютно одинаковые. Поэтому ответ верный. Благодарю за ответ. Ну, двигаемся дальше. Значит, встречаются последовательности, в которых угадать правила, по которым они построены, и найти недостающие члены, бывает весьма непросто. И в этом помогают не только предыдущие, но и последующие члены. И вот сейчас перед нами такая задача. Посмотрите, пожалуйста. Дана последовательность, которой пропущено ровно 5 чисел. Вам предлагается вставить пропущенные числа. Я 2 минуты даю на решение, а потом мы смотрим. Получилось, не получилось, верно, неверно. Итак, есть последовательность. Пропущено ровно 5 чисел, и вам нужно эти самые числа вставить. Помните, пожалуйста, что вам нужно понять, по какому правилу эта самая последовательность образована. 2 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, вы предоставили некий ответ, и давайте сейчас попробуем к нему отнестись. На первый взгляд вы нашли некую закономерность. Каждое число, стоящее на четном месте, на 3 больше, чем предыдущее. А каждое число, стоящее на нечетном месте, на 6 больше, чем предыдущее. Ну а теперь скажите мне, пожалуйста, какое число, исходя из вашей последовательности, должно стоять следующим после 150, исходя из предложенной вами закономерности? 156. А у нас какое стоит? 201. Делаем вывод. Предложенный вами вариант последовательности ошибочный. То есть закономерность, как видите, не сработала. То есть все было бы правильно, если бы она действительно соответствовала этой последовательности. Поэтому смотрим правильное решение. Итак, посмотрите, пожалуйста, что для нашей последовательности. Каждый член данной последовательности, начиная со второго, получается в результате сложения предыдущего члена и суммы его цифр. И вот вашему вниманию здесь записано. 105 – это сумма числа 102 и сумма его цифр 3. 111 – это сумма 105 и 6 и так далее. Посмотрите, пожалуйста. Тогда у нас получается, что 129 плюс 12. Сумма его цифр – это будет число 141. Так, далее. 141 плюс 6 – это у нас будет 147. Дальше мы получаем число 159, 174 и 186. И вот именно эти числа и должны стоять на месте пропуска в нашей последовательности. Достаточно интересное задание. То есть закономерность вроде нашли и вроде она такая очевидная, но закономерность оказалась некой ловушкой. А вы не проверили следующий член последовательности, действительно ли он там получается. Забавное, тем не менее, задание. Ну, молодцы за попытку решения. Двигаемся дальше. Итак, следующая задача. Сформулируйте правило, по которому составлена каждая последовательность. Найдите следующее число и число, стоящее на десятом месте. Значит, начнем с первых трех пунктов. А, Б, В. Итак, первые три пункта, пожалуйста, выполните для них задание, потом мы его проговорим и будем двигаться дальше. То есть пункты А, Б, В. Значит, необходимо сформулировать правило, затем найти следующее число и число, стоящее на десятом месте. Если будете писать ответ, то, например, пункт А и просто два числа. Правило можно не записывать в данном случае. Если числа будут верные, значит, будет все замечательно. Итак, пункт А. Начнем с него. Думаю, здесь правило найти достаточно просто. То есть два числа от вас ждут для пункта А. Следующее и десятое. Восемнадцать и двадцать один. Так, еще ждем. Так, все дают одинаковые ответы. На самом деле, каждое число получается из предыдущего прибавления числа три. Каждое число равно своему утроенному порядкому номеру. Поэтому следующее число действительно восемнадцать, а вот десятое права Анна Лапчик. Это тридцать. И Анна Никурина. У нас две Анны дали. Да, еще и Ольга Киселева, да, дали одинаковый ответ. Молодцы. Так, теперь пункт Б. Здесь каждое число получается из предыдущего вычитанием числа пять. Поэтому следующее число, верно сказано, минус десять, а вот десятое число Анна нам написала не совсем верно. То есть следующее минус десять, каким же должно быть на самом деле десятое число? Минус десять и минус двадцать пять. Верный ответ, Ольга. Так, хорошо, Наталья тоже дает верный ответ. Переходим к пункту В. Итак, пункт В. Пункт В вижу, он, наверное. Так, пункт В. Так, Наталья дает ответ. Так, двойки. Так, ну что ж. Пункт В. Здесь действительно каждое число в два раза меньше предыдущего. Следующее число 32 и десятое число 2. У нас несколько правильных ответов. Абсолютно верно. Тридцать два и два. Двигаемся дальше. Пункт Г. Итак, пункт Г. Пункт Г. Пункт Г. Так, Анна, пункт Г. Неверный. Так, есть ответ. Ирина Худякова дает 13 и 12. Анна Никулина к ней присоединяется. Так, действительно, Наталья Новикова. Нашли решение. Ну что ж, в пункте Г. Если вы внимательно посмотрите, то на нечетных местах расположен ряд последовательных натуральных чисел, начиная с числа 10, а на четных местах ряд последовательных натуральных чисел, начиная с числа 8. Поэтому следующее число будет действительно 13, а десятое число – это 12. И переходим к пункту Д. Здесь уже посложнее вычисление, наверное. Спасибо. Спасибо. Я думаю, Анна написала нам не пункту Г, пункту Д, число 37. Так, есть у нас ответы 37, 101, 37 и 99. Ну, один из этих ответов точно верный. Его нам дает Наталья Новикова. Значит, да, Ирина Худякова исправляет. Да, первый и второй ответы выберена уж на Ольге Киселевой такой же ответ. Значит, в пункте Д можно заметить такую разокономерность, что разность между соседними числами с каждым шагом увеличивается на 2. То есть шестое число больше пятого на 11. Значит, мы получаем следующее число 37 и десятое число действительно 101. Ну, и несколько человек его нашли. Следующий пункт у нас Е. Здесь уже дроби и все те же самые действия. Пунктия. 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 Прекъем сренджен. Пунктия. 7 12 10 12 или 5 шестых небольшая ошибочка есть он и одно из чисел так мы теперь у нас есть ответ 7 12 11 12 так я сейчас покажу решение и так пункт е перед вами для решения этого задания нам удобно перевести все дроби к знаменателю 12 и тогда мы можем заметить что у нас числитель и дроби это последовательные натуральные числа начиная с 2 то знаменателе мы сделали все 12 следующее число будет 7 12 и 10 число будет 11 12 вернемся к заданию значит перед вами еще пункты g и z так он же сначала я не знаю работает ли кто-то из вас по учебнику петерсон но вот там системно деятельностном подходе достаточно много уроков для детей принято начинать так аналогичных заданий когда детям предлагается ряд чисел и нужно продолжить этот ряд установить закономерности продолжить ряд на самом деле очень хорошо развивает логику у ребенка задание такого типа первых они не совсем сложные иногда бывает трудно додуматься на самом деле до того по какому принципу последовательность составлена но интересные дети как правило эти задания делают азартно кто первый установит закономерность да еще и продолжит но там как правило формулировка такая напишите три следующих числа это последовательность этого ряда я думаю что в пункте g вам можно ограничиться по крайней мере только следующим числом потому что десятое число будет число достаточно большое поэтому ограничимся следующим так тридцать шесть семьсот двадцать девятых так браво два человека у нас нашли эту величину действительно нашли ее верно значит в этой последовательности каждая дробь это каждое число это дробь числителем которой является квадрат его порядкового номера а знаменателем степень тройки с показателем равным номеру но когда мы на нее смотрим у нас выбивается одна дробь одна третья и вот для того чтобы не нарушать общность нам эту одну третью удобно записать сначала как девять двадцать седьмых и тогда в этом виде будет понятно что действительно 9 это квадрат тройки 27 это у нас получается третья степень тройки и тогда абсолютно верно следующим числом будет дробь тридцать шесть семьсот двадцать девятых или если мы ее сократим это 4 восемьдесят первых а вот число которое стоит десятым в числителе будет иметь 100 и в знаменателе 3 в десятой степени именно поэтому я сказала что его можно не записывать неудобно набирать его на клавиатуре остается последняя последовательность в этом задании и так она перед вами буква z итак 21 и 89 одно число верное второе нет 21 и 55 нам дает ответ наталья новикова итак давайте посмотрим что же у нас такое каждое число начиная с третьего у нас является суммой двух предыдущих я вот там выделила на рисунке эту закономерность данной последовательности поэтому если мы к 8 прибавим 13 мы получим 21 и на десятом месте будет стоять число действительно 55 у нас есть еще верный ответ ну что ж замечательно так хочу сказать что правило по которым эти последовательности могут быть получены могло быть сформулированы и как-то иначе на самом деле но переходим к следующему заданию которую я попрошу вас потом решить самостоятельно итак смотрите она простая достаточно действительно 89 это позднее так петя вася и коля записали в ряд по 100 чисел у пети пятое число равно 12 и каждое число начиная со 2 на 2 больше левого соседа у васи первое и третье число число равны четырем и шести соответственно а каждое число кроме крайних вдвое меньше суммы его соседи а коля просто записывал периметры прямоугольника в шириной в одну клетку сначала периметр прямоугольника длиной в одну клетку потом длиной в две клетки и так далее сторона каждой клетки равна единице обратите внимание укольных прямоугольников ширина не меняется и вам нужно выяснить у кого из мальчиков совпали записанные ряды чисел у нас есть петя вася коля у вас две минуты и и Продолжение следует... 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 то есть он совпадает как раз с рядом Петя. Поэтому совпадают ряды у Пети и Коли. Благодарю тех, кто нашел верный ответ. Те, кто маленько ошибся, ничего страшного. Двигаемся дальше. Перед нами еще одна задача. Смотрите, какая. Напрямую отметили 100 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 100. Первый вопрос. Каково расстояние между крайними точками? Итак, каково расстояние между крайними точками? Посчитайте, пожалуйста, это расстояние. У вас 100 точек. Расстояние между любыми соседними равно 7. И вам нужно найти расстояние между крайними точками. Итак, жду Ваш ответ. 693. Действительно. Значит, смотрите. 100 точек и между ними у нас получается ровно 99 промежуток. Промежутков. Каждый промежуток имеет длину 7. 99 умножаем на 7 и получаем 693. Двигаемся дальше. Второй вопрос. Точки пронумеровали по порядку слева направо. Какой номер имеет точка, расстояние от которой до первой равно 77? 77. Итак, какой номер имеет точка, расстояние от которой до первой равно 77? У нас есть ответ. Конечно, я его вижу, но давайте дадим еще минутку другим, чтобы они порешали, а потом посмотрим, правильно это или неправильно. Итак, второй появился, третий. Замечательно. И все совпадают в своих ответах. Значит, между этими точками всего 11 промежутков. Как мы это находим? 77 делим на 7, получаем 11. 11 промежутков длины 7. И поэтому искомый номер мы можем найти, если к 11 прибавим единицу. Таким образом, искомый номер равен 12. И все дали верные ответы. Пункт В. Координата первой точки равна 10. Вам нужно найти координату 31 точки. Итак, координату 31 точки. Я думаю, сделать это уже будет достаточно просто. Итак, есть ответы. И это действительно 220. Значит, у нас между первой и 31 точкой ровно 30 промежутков. Поэтому умножая 30 на 7, мы получаем 210, добавляем 10 и получаем 220. Остался пункт Г. Координата первой точки 5. Какой номер имеет точка с координатой 110? Так, у нас есть первый ответ. Это ответ 15. Так, 14. Пошли расхождения. 14. 15. Так, ну что ж. Внимание, правильный ответ. Итак, смотрим пункт Г. Расстояние между этими точками равно 105. Считаем количество промежутков длины 7. Для этого 105 делим на 7 и получаем 15. Значит, порядковый номер равен 1 плюс 15, а именно 16. Ну что ж. Благодарю за активное участие. Переходим к следующей задаче. Необходимо найти закономерность и следующий член последовательности. Посмотрите, пожалуйста, она перед вами. Да, у нас Ольга Киселева, Длан, предыдущая, верный ответ, пересчитав свое решение, я так понимаю. Значит, посмотрите, пожалуйста, здесь что требуется? Требуется указать следующий член последовательности. Я даю на ее решение 2 минуты. Если до 2 минуты ответ не будет найден, то я буду объяснять решение. Оно достаточно специфичное, на мой взгляд, но вдруг вам повезет. Итак, у вас 2 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, коллеги, я не случайно сказала, что здесь достаточно сложно указать следующий член, потому что я думаю, что вы не смогли установить закономерность, скорее всего. Поэтому я, о, у нас Ольга Киселева получила 286. Очень интересный ответ получился, замечательный. И ответ у нас действительно верный. Есть некий специфический способ для нахождения следующего члена этой последовательности. Давайте сейчас его рассмотрим. Браво тому, кто нашел ответ. 8, 9, 10. И эта последовательность уже более приятная, чем две предыдущие. Для этой последовательности мы очень четко можем сказать, что следующее число в ней будет 11. И тогда мы начинаем двигаться в обратном порядке. То есть, смотрите, мы каждый раз находили разность. То есть мы прибавляем к 55, 11, получаем 66. И дальше к 220 мы прибавляем 66 и получаем 286. Мне очень интересно, каким образом ее решала Ольга Киселева. Но ответ получен верный. Просто я не знаю, таким же способом или другим, но браво за верный ответ. Двигаемся дальше. Перед вами вот такая задача. Даны две последовательности. В них каждое число получено из предыдущего по одному и тому же закону. Итак, вопрос находили как произведение. Ну, понятно. То есть маленько другим способом. Но замечательно, что пришли к верному ответу. Значит, вам сейчас нужно указать закон. Итак, пункт А. Пожалуйста, посмотрите внимательно и скажите, по какому закону у нас образованы эти две последовательности. Спасибо. Нет картинки. Итак, кто понял, по какому закону образованы эти две последовательности. Обратите внимание, закон общий для обеих последовательностей. Что же это у нас за закон? Продолжение следует... Так, коллеги, есть какие-то мнения? Продолжение следует... Итак, что же это за правило? Продолжение следует... То есть каждое число должно быть получено с помощью какого-то правила. Что за правило? Никто не нашел? Какие-то идеи есть? Так, ну что ж, поскольку идей нет, ответов я не вижу, то озвучу это правило сама. Каждый член последовательности равен удвоенной сумме цифр предыдущего. 2 умножаем на 2, получаем 4. 4 умножаем на 2, 8. 8 умножаем на 2, 16. А далее 1 плюс 6 это 7. 7 умножаем на 2, получаем 14. 1 плюс 4, 5 на 2, 10. И так далее. И для второй последовательности то же самое. 3 на 2 это 6, 6 на 2 это 12, 1 плюс 2 это 3, и опять 6, и далее 12. Вот такое правило. А в следующем нас просят найти все последовательности натуральных чисел, построенные по этому же закону, все члены которых равны между собой. Ну, я думаю, уже очевидно, что однозначное число не может подчиняться описанному закону. Поскольку у нас идет удвоенное произведение суммы цифр. Для однозначного числа это можно сказать сразу, невыполнимо. Если мы имеем дело с числом, в котором больше двух цифр, то что у нас тоже получается? Максимальная, скажем так, удвоенная сумма у нас получается, если трехзначное число самое большое 999, сумма цифр 27, 27 умножаем на 2, получаем 54. У нас получается, что максимальная сумма не больше 54. Значит, у нас все члены последовательности равны быть не могут. Делаем вывод о том, что такая последовательность может быть составлена только из двузначных чисел. Ну, а дальше, как мы рассуждаем? Берем стандартную запись числа. Число, записанное двумя цифрами А, Б. То есть это число, которое мы можем записать как 10А плюс Б. Итак, 10А плюс Б. И это же число должно быть равно удвоенной сумме этих самых цифр. То есть 2 умноженное на сумму А и Б. Значит, с одной стороны 10А плюс Б, со второй удвоенная сумма А и Б. То у нас получается снова подсчет двумя способами, тот самый. Вот я сейчас прошу вас найти эти самые значения для А и Б и сказать, что же это за число. Какое число у вас получается? Итак, жду ответа. Итак, верный ответ у нас получен, это действительно число 18. То есть последовательность, составленная из чисел 18, подчиняется нашему закону, при этом в ней все члены последовательности равны между собой. 1 плюс 8, 9. 9 умножаем на 2 и получаем те самые 18. И в этой задаче у нас остается, благодарю за верный ответ, остается один пункт В. Значит, нам необходимо доказать, что если такая последовательность начинается с двойки тысячной степени, то в ней рано или поздно появляется однозначное число. Ну и чтобы это доказать, я открою вам решение. Итак, посмотрите, пожалуйста. У меня здесь оно достаточно коротко записано. Ну, мы можем заметить, что пока в последовательности нет однозначных чисел, каждый член последовательности – это не больше предыдущего. Кроме того, как мы сказали, среди членов этой последовательности не может быть числа 18, потому что число 18 у нас повторяющееся, и мы знаем, что ни один из членов этой последовательности не кратен 3. Ну, 2 в тысячной степени – это произведение тысячи двоек, значит, не делится на 3. Значит, сумма цифр, естественно, тоже не должна делиться на 3. Это правило деления на 3. Значит, повторяющихся чисел у нас нет. Делаем вывод, что рано или поздно, ввиду отсутствия повторяющих, то есть как некой зацикленности, в этой последовательности должно появиться однозначное число. Значит, еще раз. Пока нет однозначных чисел, каждый член последовательности не больше предыдущего. Дальше. Среди членов последовательности числа 18 быть не может, потому что 18 делится на 3, а наше число 2 в тысячной степени, как произведение тысячи двоек, на 3 не делится, и сумма его цифр тоже не кратна 3. Значит, повторяющихся, поскольку нет повторяющихся, значит, рано или поздно у нас получится однозначное число, то есть мы пойдем на уменьшение. Значит, мы сегодня рассмотрели ровно половину запланированного мной по этой теме. Значит, что мы сегодня не смотрели? Мы не смотрели закономерности сумм и произведений. Полтора часа продлился наш вебинар, значит, кусочек в нем был комбинаторный, поэтому вот то, что мы не рассмотрели сегодня, а именно закономерности суммы произведений, мы с вами рассмотрим в следующий раз, на следующем вебинаре. Поэтому большое спасибо за участие. Благодарю всех, кто активно участвовал в решении задач, и встретимся через месяц на следующем вебинаре. Всего доброго.